Привет, YouTube! Это «Голос», который сообщает вам, что сейчас самое время посмотреть парочку интересных новостей из мира технологий. Прямо сейчас расскажем про то, как изменится AirPods 3, что нового в Google Pixel 4, когда электрические летательные аппараты заменят нам автомобили, и что за чудо-складной смартфон показала Microsoft. Разумеется, мы не забыли про приложения и видео недели, но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал и включить уведомления. Вот теперь можно и начинать. Это The Rocko. Поехали! На прошедшей неделе появились первые подтверждения того, что Apple серьезно обновит AirPods. Во-первых, один из авторов издания 9to5Mac Гильермо Рамборес копал в недрах iOS 13.2 изображение новых наушников, которые сильно отличаются по дизайну от двух предыдущих поколений. Кроме того, появились и изображения корпуса новых AirPods, которые подтверждают необычный дизайн новинки. Судя по всему, третья генерация наушников будет оснащаться силиконовой насадкой для лучшей шумоизоляции. Правда, форма все равно кажется немного странной. Гильермо Рамбо утверждает, что в коде обнаружились и данные о режимах работы наушников. AirPods 3, вероятно, смогут работать в режиме слухового аппарата и будут оснащены функцией активного шумоподавления. Учитывая, что текущее поколение AirPods подходит далеко не всем из-за своей конструкции, есть вероятность, что Apple оставит в продаже обе модели. Ну и все утечки относительно новых AirPods, MacBook и iPad дают нам понять, что Apple все-таки проведет еще одну презентацию в этом году. Слухи поговаривают, что даже в октябре. Ну а рынок полностью беспроводных наушников продолжает расти. На этой неделе сразу две компании показали свои версии таких наушников – Microsoft и LG. Корейцы не сильно мудрствовали и сделали свои новые наушники Tone Plus в проверенном дизайне в духе Sony или Xiaomi. Они, кстати, поступят в продажу уже в ноябре по цене в 215 долларов. Ну а Microsoft, которая в последние годы делает действительно стильные вещи, показала очень необычные Surface Earbuds. Они выглядят как большие круги и в ушах создают ощущение не то клипсы, не то туннелей. Наушники управляются жестами и способны проработать до 24 часов от одной зарядки. Стоит Surface Earbuds 250 долларов, но и понятное дело к нам официально поставляться не будут. Хотя наушники получились интересные, но все эти потуги конкурирующих компаний только усиливают ощущение, что AirPods действительно одни из самых продуманных наушников такого формата. К тому же стоит дешевле своих аналогов, не считая Xiaomi, конечно. Microsoft на этой неделе провела свой ежегодный слет для прессы, где показала несколько новинок, некоторые из которых оказались очень даже интересными. Во-первых, как мы уже отметили, компания развивает свой уникальный язык дизайна, и все, что Microsoft делает сегодня, выглядит как минимум интересно. Компания представила новый планшет Surface Pro X на базе собственного процессора SQ1, который разработан в партнерстве с Qualcomm. Планшет получил 13-дюймовый экран с очень тонкими рамками и разрешением 2880 на 1920 пикселей. Surface Pro X оснащается фирменной ножкой-подставкой, которая может раскрываться на 165 градусов. Покупателям дадут возможность выбрать версию с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем от 128 до 512 ГБ. Surface Pro X получил поддержку LTE, а от одного заряда он проработает до 13 часов. Отдельно для планшета можно будет докупить клавиатуру и фирменный стилус. Стоимость Surface Pro X начинается от 1000 долларов за базовую версию. Вторая новинка — это Ultrabook Surface Laptop 3, который теперь имеет сразу две версии на 13,5 и 15 дюймов и несколько вариантов отделки клавиатурного блока. Младшая версия работает на процессоре Intel Core 10-го поколения, а старшая, что удивительно, на базе процессора от AMD, чей был разработан совместно с Microsoft и получил название Ryzen Surface Edition. При этом 15-дюймовый ноутбук может похвастать и улучшенной графикой AMD Radeon Vega 11. Surface Laptop 3 поступит в продажу 22 октября по цене от 1000 и 1200 долларов за 13 и 15-дюймовую версию соответственно. Ну а самая необычная новинка этой презентации — Microsoft Surface Duo — смартфон с двумя экранами на базе Android. Да-да, Google и Microsoft объявили о своём сотрудничестве, что выглядит очень необычно, прям как само устройство. Surface Duo — это, по сути, два экрана, скреплённые шарниром, и ничего общего с гибкими смартфонами новинка не имеет. Журналисты, которые смогли лично познакомиться с устройством, отмечают его очень малую толщину, а необычный шарнир позволяет смартфону раскладываться на 360 градусов. В данный момент Surface Duo — это, скорее, работающий концепт. Однако Microsoft заявляет, что готова начать продажи в конце следующего года. Некоторые скептически настроенные представители медиа отмечали огромные рамки вокруг дисплеев. Однако надо отметить, что к выходу, если он всё же состоится, Microsoft, скорее всего, изменит дизайн и приведёт его в современный вид. Как ни странно, Surface Duo выглядит вполне интересно и жизнеспособно. Есть ощущение, что пока гибкие экраны доведут до ума, такие вот гаджеты вполне способны создать новые сценарии использования. Кстати, Microsoft показала и большую версию этого устройства, который называется Surface Neo и больше похожий на раскладной планшет. В разложенном состоянии планшет даёт практически 13-дюймовый экран, но этот гаджет можно использовать и как ноутбук при пристёгивании фирменной клавиатуры. Впрочем, это пока тоже работающий концепт. Как вам такие новинки от Microsoft? Приложение недели Pocket Casts, которое мы вам рекомендовали уже год назад. Однако за этот год приложение сильно обновилось, а во-вторых, стало условно бесплатным. Приложение это на самом деле очень удобное и одно из самых популярных в мире. Тут не только можно слушать любимые подкасты, но и синхронизировать прогресс между устройствами и даже между платформами. Базовые возможности приложения бесплатные, однако если вы хотите доступ к дополнительным фишкам, вроде веб-версии или облако на 10 гигабайт, придётся платить 75 рублей в месяц за подписку. Честно говоря, было лучше, когда приложение стоило заметно дороже, но платить нужно было один раз и навсегда. Теперь же авторы придумали иную систему монетизации. Зато вы можете попробовать его бесплатно и подписаться, например, на нас. Потому что наши новости можно не только смотреть, но и слушать в машине или в дороге в виде подкастов. Кстати, всем, кто до этого купил десктопную версию приложения, платную подписку дадут бонусом на 3 года. Видимо, чтобы не было так обидно. Ссылка на приложение есть в описании, скачать можно как iOS, так и Android-версию. Google в очередной раз побила все рекорды и после прошлогоднего Pixel 3, который слили задолго до анонса, казалось, хуже уже быть не может. Но в этом году компания вновь умудрилась полностью слить данные о своем новом смартфоне и даже потерять парочку экземпляров, которые продают на азиатских площадках, а некоторые каналы уже даже сделали свои обзоры. Например, издание 9to5Google, получившее смартфон в свое распоряжение, рассказало о новых уникальных режимах работы камеры. Так что короновать новый iPhone пока рано, особенно с тем учетом, что Google толк вычислительной фотографии знает. Во-первых, в смартфоне появился новый режим двойной экспозиции. Он позволяет совмещать снимки с разной экспозицией и таким образом получать чистые кадры с проработанными тенями и светлыми участками. Это логичное развитие технологии HDR+, однако теперь пользователь может менять некоторые параметры вручную. Отвечать за обработку снимков будет новый чип Pixel Neural Core. Во-вторых, вместо широкоугольной камеры, которую ждали в новом смартфоне от Google, Pixel 4 получит телеобъектив, который позволит делать восьмикратные увеличения. Судя по всему, за счет умной обработки. В-третьих, появится еще два умных режима для фотографий. Для снимков в движении он так и называется Motion Mode и режим для фотографирования звезд или астрофотографий. Вот это действительно что-то новенькое. Ну и конечно, Google немного улучшил основную 12-мегапиксельную камеру, которая получила более светосильный объектив и увеличенные размеры пикселей, что позволит матрице захватывать больше света, а значит еще лучше снимать в темное время. Ну а по части железа тут ничего особенного, кроме дисплея с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Такой экран мы уже видели в OnePlus 7 Pro, обзор которого можно посмотреть по ссылке в описании. Ну и конечно, все мы ждем от Google новую систему разблокировки по лицу – Face Unlock. Pixel 4 будет использовать набор датчиков для точной и безопасной разблокировки. Если верить Google, то смартфон сможет разблокироваться вне зависимости от того, как вы его держите, а для разблокировки не надо делать свайп по экрану. Лицо можно будет подтверждать покупки и использовать его для безопасного входа на различные сайты и сервисы. В общем, все то же самое, что сегодня дает Face ID от Apple. Но функция Face Unlock очень интересна в контексте повсеместного внедрения сканеров-отпечатков в экраны. Хорошо работающая система разблокировки по лицу объективно удобнее – это доказала Apple. И главный вопрос теперь – будут ли другие производители внедрять Face Unlock в свои смартфоны? И будет ли эта технология нативной для всей системы Android или станет эксклюзивом Google? Судя по количеству проектов, работающих над электрическими летательными аппаратами, мы все-таки рано или поздно пересядем на такой транспорт. Очередной стартап от сооснователя Google Ларри Пейджа только усиливает это ощущение. Ларри в партнерстве с Boeing организовал компанию Kitty Hawk, которая в свою очередь разработала новый летательный аппарат Heavy Sight. Этот одноместный конвертоплан, работающий на электрической силовой установке, очень похож на маленький самолет, но в отличие от последнего может взлетать без разгона. Для этого все восемь винтов на корпусе изменяют свое положение, чтобы Heavy Sight мог взлетать вертикально. Кроме того, большое количество винтов позволяет конвертоплану маневрировать на уровне привычных квадрокоптеров. Компания Kitty Hawk делает особый упор на уровень шума, издаваемый конвертопланом. На высоте 457 метров Heavy Sight издает шум на уровне 38 дБ. Это тише, чем, например, посудомоечная машина. Интересно, что в данный момент конструкция самолета одноместная, но в будущем компания может сделать и пассажирскую версию Heavy Sight, которая может управляться автопилотом. Он, кстати, уже работает и протестирован в реальных условиях. Глава компании Себастьян Тран уверен, что в ближайшем будущем такой транспорт начнет вытеснять привычные нам автомобили. Летающим аппаратам не нужны дороги, они не представляют угрозу для пешеходов и велосипедистов и позволяют людям без ущерба для комфорта селиться дальше от крупных городов. В данный момент Heavy Sight способен пролететь 160 км на одном заряде и развивать скорость до 190 км в час, что существенно выше средней скорости автомобилей на шоссе. Но, как вы понимаете, у такого транспорта тоже есть сложности, в том числе и количество посадочных площадок, и регулирование в воздухе и безопасности, а самое главное – автономность. Но частные полеты в черте города уже начинают активно развиваться. Пока для этого используют вертолеты. Например, компания Uber и дочка Airbus Vum уже перевозят людей между аэропортами. Стоит это недешево, но с развитием технологий такого вот электрического транспорта, возможно, летать станет дешевле, чем передвигаться по земле. Ну вот, собственно, и все. Хотите больше новостей? Заходите на наш сайт TheRocco.com или Welcome в наши социальные сети. Все ссылки оставили в описании. Ну а теперь видео недели! Впрочем, чего тут говорить? Смотрите сами. А это TheRocco. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok